Четыре новых светофора появятся в Северодвинске. Такое решение принято комиссией по безопасности дорожного движения. Где ждать новые регулируемые переходы и в связи с чем они будут установлены, выяснял Александр Петровский. Новые светофоры появятся вблизи детских учреждений. Это требование государственного стандарта для пешеходных переходов через дороги с четырехполосным движением. Один из них поможет безопасно переходить проспект Руда вблизи детско-юношеского центра, другой – проспект Ленина напротив дома номер 33. Еще два светофора запланированы в наиболее опасных для перехода местах – на перекрестке проспекта Ломоносова и улиц Коновалова и на морском напротив маяка. При решении об установке комиссия учитывала не только статистику аварийности, но и мнение горожан. Здесь большой трафик людей, дети ходят, здесь школа обязательно. Потому что здесь много детей, дети все равно не настолько внимательны, как взрослые. Ну, такой травмоопасный перекресток, ну не перекресток, а шкодный переход. Школа рядом. Тридцатая, шестая в этом же направлении двигается. Общая максимальная стоимость контракта на установку светофоров – почти 2,5 миллиона рублей. Прием заявок на конкурс продлится до 13 июля, а сделать регулируемые переходы должны до 20 сентября. При этом светофоры помогут не только пешеходам, но и водителям. На трех светофорных объектов – это Ленин 33, Труда 54, Морской 40 – будут светофорные объекты с кнопкой вызова для пешеходов. На перекрестке непосредственно Ломоносова, Коновалова светофорный объект будет на перекрестке, он будет регулируем, работать в определенном режиме. Установят и мигающий желтый светофор у нерегулируемых пешеходных переходов. Согласно ГОСТу, они обязательны к установке вблизи детских учреждений. До 11 августа предупреждающие светофоры появятся на зебрах у школ номер 5, 11, 20 и 24. Сумма контракта на установку светофоров – чуть более 360 тысяч рублей. Александр Петровский, Семен Самигулин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.